так здравствуйте четверг сегодня у нас и прямой эфир в два часа по четвергам здравствуйте все кто подключается к нам и конечно сразу хотелось бы как вот это модно у всех прямых эфирах меня видно меня слышно у меня может конечно и не видно может и к лучшему но сегодня с вами как всегда буду я течение этого часика меня зовут наташка клюгина это с вами на связи здравствуйте с вами на связи ростов-на-дону головной офис школа екатерина мирошниченко и мы сегодня с вами проведем прямой эфир в котором опять будем делать дизайны и я думаю что здесь много скептиков думаю что много скептиков которые как бы смотрят так на нас знаете там есть такие люди которые конечно с фанатизмом относятся к работе там к работе материалами эйми там и так далее есть скептики конечно которые думают говорят о том что типа это кому это нужно я даже знаете это же соглашусь абсолютно но есть же и любители все равно как бы каких-то вариантов дизайна это так интересно если клиент все отлично видно и слышно спасибо большое олечка значит есть клиенты которым не нужны дизайны но я думаю что есть такие клиенты которые все равно чего-нибудь да хочется и конечно же не обязательно делать дизайны на всех руках простите на всех на всех двух руках на всех десяти пальцев абсолютно ни к чему я сейчас пока вы смотрите дизайн и я перчаточки возьму одену и не обязательно делать дизайн конечно же на всех десяти пальцах абсолютно нет можно же просто посочетать например дизайн там одного пальчика ну максимум двух пальчиков просто с покрытием и если в дизайне участвует например два цвета до каких-нибудь для покрытия то конечно же вы одним из них покроете все остальные пальчики так как у меня честно признаюсь недавно не делала коррекцию я одену перчатки буду такая прям правильная хотя на самом деле не очень люблю все это будет жарко еще когда нервничаешь руки потом мокрые итак еще раз всем здравствуйте приготовились нас уже даже вон сколько много-много человек значит мы с вами сегодня сделаем дизайны вернее у меня была поставлена такая передо мной задача чтобы использовав всего два цвета для покрытия цветных как бы сделать незамысловатые дизайны ну и и какие же эти два цвета да то есть как бы наверное видели уже конечно реклама была как бы и у кати на странице и вот например ими ростов кто интересуется жизнью нашей школы так два цвета один ядерно оранжевый второй очень красивый фиолетовый насыщенный глубокий такой цвет и что хочется сказать что сейчас в основном мастера в основном работает гель лаками чаще всего да и гелевые краски как-то очень редко вспоминают а вот поэтому мы с вами будет наш эфир направлен на то чтобы напомнить о том что кроме гель лаков есть гелевые краски я не знаю может быть я как бы скажу сейчас такое не должна сказать да чем же отличаются гель лаки от гелевых красок я думаю что многие мастера конечно же это знают ну прежде всего гель лаки и значит это растворимый материал да тут как бы если вы покрываете клиенту ноготочки например там база гель лак цвет гель лак топ гель лак это можно все растворить и счистить убрать там апельсиновой палочкой пушером и так далее да то есть как бы растворить материал и гель лак когда ваш пришел в жизнь мастерам он конечно же этим и отличался до всех других материалов что их не нужно было пилить что ему можно было растворить и убрать с поверхности потом уже сделать маникюр и нанести новый гель лак а гелевые краски гелевые краски девчата не конечно же не растворимый материал и поэтому как бы бы тут такое мнение что гель лак это на натуральные ногти наносится гелевые краски на искусственную поверхность и это все спиливается то есть растворить się практически невозможно мне можно конечно нарушить покрытие замотать там ватный диск намочив там жидкость удоснять либо а цитоном или еще там чем только не мотают что только не наматывают. И, значит, можно растворить. Но дело в том, что сейчас потихонечку потихонечку вот эта вот граница стирается, да, допустим, так как у всех мастеров сейчас есть машинки, правильно? Все перед машинками включают всевозможные фрезы, вставляют в ручку, да, и металлические, керамические, твердосплавные, кукурузы, барабаны, что только нету. И когда клиент приходит, из не сильно-то интересуется, что у них на руках, гель-лаки или гелевые краски. И все это спиливается фрезами, правильно? Правильно. Вот. И, например, можно ли наносить гелевые краски, например, на ноготочки, которые вы покрыли базой гель-лака? Девчат, на самом деле можно. Сейчас же, видите, никто не делает покрытие, тонким слоем наносили базу, потом тонким слоем гель-лак, тонким слоем ток. Нет, конечно же. Сейчас есть такие понятия, когда, значит, ноготочки покрывают базой, сейчас есть такие понятия, и по-разному все мастера как бы выражаются, да, кто-то укрепление делает базой, кто-то делает выравнивание базой, кто-то укрепляет стрессовую зону базой, кто-то моделирует базой. И получается, что, значит, наносят не тонко базу, а именно с элементами моделирования. Вот. И поэтому, если вы хорошо моделируете базой гель-лаковой ноготь, если вы хорошо укрепили стрессовую зону базой гель-лака, то, в принципе, на эту поверхность можно нанести и гелевые краски в том числе. Если сравнивать по мягкости, конечно, гель-лак более мягкий материал, пористый материал, растворимый материал, гелевые краски – это более жесткий материал и нерастворимая формула. Поэтому, как бы, если сделали хорошее укрепление, если смоделировали красиво ноготь, выровняли, повернули ручку, смоделировали вот этот с-изгиб, укрепили стрессовую зону, тогда можно, в принципе, нанести и гелевые краски в том числе. Ну, а, и, конечно же, закрыть топом. Вот. Поэтому, значит, когда вы наносите гелевую краску, вы просушиваете точно так же, как любой гель-лак, и покрываете топом. Значит, при коррекции, конечно же, это все придется как бы спилить, правильно? Либо нарушить покрытие хорошей такой жесткой пилочкой какой-нибудь с высокой абразивностью, а потом замотать пальчик в ватный диск там с жидкостью, для снятия гель-лака, и, допустим, тогда уже через пропилы пройдет жидкость к базе, и тогда как бы база уже будет как бы, ну, растворяться, потихонечку отходить от натуральной пластины. Вот. Значит, чем отличаются гель-лаки от гелевых красок? К тем, что гель-лаки – это растворимый материал, гелевые краски – нерастворимый материал. Значит, ну, гелевые краски, в любом случае, девчата, это материал, которым ногти покрывают, которым можно рисовать, и который обязательно закрывают топом. То есть это гелевые краски с липким слоем. Так, я пока вот так вот уберу. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Так, и вот такой красивый яркий цвет. Я транспортировала. Надо было бы, конечно, взять там какую-нибудь бумажку, жидкость, протереть, чтобы красиво было на камеру, да? Сама не очень люблю, когда кто-то проводит прямой эфир, и, например, краешек баночки не очень чистый. Видите, такой вот ядерный оранжевый цвет, и называется он «Электрический закат». Как бы ни показалось это странным, «Электрический закат». Вот. И, значит, вот такая гелевая краска. Так, сейчас я тоже протру краешек баночки, а то мне тоже не очень нравится, когда... Все это дело... Вот, видите, и называется такая гелевая краска «Фиолетовые лучи». И вот, знаете, так забавно, конечно, как всегда, вот, допустим, поставят задачу, допустим, да, наши девчонки, которые занимаются, допустим, страничкой в Ютьюбе, значит, ВКонтакте и так далее. Значит, поставят задачу, например, взять два цвета, да? Представьте, что у вас есть только два цвета. Но я все время говорю, хорошо, к двум основным цветам всегда хочется добавить цвета основные. Это, например, конечно же, белый, да? Белый, либо гель-лак, либо белая гелевая краска. Потому что белый цвет – это такой универсальный цвет, который, я думаю, что есть у всех абсолютно мастеров, без исключения. То есть это может быть гелый гель-лак, это может быть белая гелевая краска. Ну и черный, да, черный. Неважно, в каком даже проявлении. Может быть, для рисования, да, я возьму, и сегодня я обязательно добавлю, эмпасту белого цвета. Так, эмпаста. Гелевая краска очень густая, которую можно только рисовать, которыми ногти не покрывают. Так, что такое эмпаста? Это гелевая краска без остаточной липкости. Без остаточной липкости, которой только мы позиционируем как краску для рисования. Эмпаста. Так, и что мне еще нужно? Мне еще нужна черная эмпаста. Вот так, черная эмпаста. Тоже мне тут на столе стоит, не побегу за полной баночкой. Черная эмпаста. Вот такая же эмпаста, черненькая. Так, черная и белая эмпаста. Две гелевые краски. Эмпаста без липкого слоя, гелевые краски с липким слоем. Так, и что мне еще нужно требуется? Ну, понятно, что типсики. Ну, и потихонечку-потихонечку начнем. Я хочу вам напомнить о таком интересном материале, который очень-очень много лет используется в дизайнах конкретно у нас в школе, да, в школе Екатерина Мирошниченко. Напомним вам о матовой фольге. Я думаю, что... Это, знаете, у нас вот тоже вот в этой фольге, наверное, я не знаю уже сколько много-много лет. Я думаю, что у многих мастеров она лежит, причем мертвым грузом. И, ну, я думаю, что не трудно догадаться, что я, конечно же, взяла такую матовую фольгу, которая подходит по цвету к нашим сегодняшним героям. Это фиолетовая гелевая краска и оранжевая, да, электрический закат и фиолетовые лучи. Кстати, в банке продается по 5 грамм. Очень удобно, очень плотная, очень укрывистая. Даже если вы один слой будете покрывать ногти, то как бы цвет будет смотреться очень плотно. Значит, и я начала говорить немножко, так как нервничаю, прервалась. Начала с того, что гелевые краски – это очень экономичный материал для покрытия. Себестоимость покрытия гелевыми красками в разы ниже, чем гель-лаками, потому что наносится очень тонко, расходуется очень мало и как бы очень-очень-очень надолго хватает. Так, наши два главных героя есть. И теперь второстепенные герои, которые мы будем сейчас вспоминать, что они у нас такие есть. И мы с вами их добавим как бы в работу. Понятно, что типсики, которые я понаделала, вот тут вот целую кучку, да. Старалась только, чтобы был однозначно фиолетовый и оранжевый цвет, но еще на белом, да, немножечко. И вот как раз-таки очень интересные получаются варианты, если мы вспомним с вами так называемый кракелюр отпечатывания матовой фольги, вот, кусочками. Можно добавить, опять же, к основным цветам, допустим, оранжевый, да, оранжевый, фиолетовый, желтый очень красиво друг к другу подходят. Можно было сюда и розовенький добавить, можно было и голубенький, если бы ногти были, знаете, такие метровые. Вот, беленький цвет всегда освежает. И можно для блеска, для красоты добавить золотую еще фольгушку. Вот, значит, это мы вспомним, что вот у нас есть такая фольга, которую мы будем отпечатывать. Так, и потихонечку, потихонечку начнем. Значит, чем будем покрывать? Ну, я предлагаю, например, сейчас взять кисточку такую, чтобы можно было удобно покрывать прям вот ноготь пополам. Даже мы сделаем на две части, разделим ноготочек. Вот, смотрите, я сейчас возьму и добавлю, например, на одну часть ноготочка, на большую его часть, нанесу гелевую краску электрический закат. Так, надо все убрать, чтобы фокус был, да, у нас здесь на типсе. Так, ну, я взяла для покрытия сейчас скошенный квадрат, мне просто будет удобно разделить на две части. Носик остренький. Вообще, скошенный квадрат или квадрат, допустим, да, мы берем в работу для того, чтобы нарисовать там френч и так далее. Ну, кто сказал, что только френч? Можно и покрытие сделать, очень удобно получается. И вот таким вот образом покрыла только две третьих части ногтевой пластины. Давайте вот так вот еще чуть-чуть. Сильно ровно можно не стараться, потому что я потом с другой стороны добавлю фиолетовый, да, цвет второго нашего главного героя. Так, и просушиваем 30 секунд. Гелевые краски, гелевые краски, точно так же, как и гель-лаки, девчат, сохнут 30 секунд. 30 секунд сушим, так. И незамедлительно сделаем еще один вариант. Так, напомню, что мы сегодня с вами вспоминаем технику отпечатывания матовой фольги, и в свое время мы называли это крокелюром, да, такой эффект растрескивания на поверхности. Так, и давайте со второй половиночки. Вот так нанесу теперь, например, на большую часть фиолетовый цвет. Наношу скошенным квадратом, просто мне так удобно. На самом деле можно взять для покрытия, конечно же, девчат, самая лучшая кисточка для покрытия под кутикулу, это овал, либо овал 4, либо овал 6. Конечно, на типсике, да, можно покрывать всем чем угодно. Вот, либо овал 4, либо овал 6. А я взяла скошенный квадрат, потому что мне очень удобно, вот смотрите, вот эту линию, границу, да, вот эту вот, очень удобно выровнять ровной стороной квадратика, все, и очень плоско, да, кисточка плоская, поэтому она будет очень тонко наносить гелевую краску на поверхность. Значит, у нас есть продажи скошенный квадрат 4, скошенный квадрат 6. Смысловая нагрузка, конечно, одинаковая. Не знаю, больше мне нравилась раньше шестерочка, а сейчас все больше четверочка. Не знаю, потому что, наверное, раньше же помните, не помните, кто вот старые мастера есть, раньше все больше длинные ногти делали, а теперь все больше короткие. Поэтому и с кисточкой беру, соответственно, да, размеру ноготочков. И френч, кстати, удобно четверочкой рисовать, когда ноготочки маленькие. Очень удобно четверочкой на мизинчиках и так далее. Так, значит, если вдруг какие-то будут вопросы, я, в принципе, сегодня так вот более-менее удачно камера стоит прям перед носом, поэтому можете, если что, там пишите, я, либо девчата, кто менеджеры смотрит, нас подскажут, либо я подскажу, если что-то вспомню. Ну, если склероз еще, знаете, как бы все время же думаешь, что ты молодой и красивый, а потом, когда ты ничего не помнишь, понимаешь, что ты только красивый. Так, значит, для работы мы сейчас возьмем с вами гелевый гель-лак, на который очень хорошо отпечатывается фольга. Это называется гель-лак слайдер топ. Вообще, любые гель-лаки и любые гелевые краски после просушки, они, конечно же, имеют дисперсию на поверхности. Правильно же? Правильно. Вот. И на эту дисперсию, в принципе, можно отпечатать фольгу. Но есть такие, например, гель-лаки, которые ты сушишь, то ли не досушил, то ли пересушил, то ли дисперсия у них такая, знаете, полусухая. И бывают такие гель-лаки, на которых очень, гелевые краски в том числе, на которых очень плохо отпечатывается фольга. И поэтому я даже не буду экспериментировать, даже не буду пробовать. Я возьму слайдер топ в работу. Слайдер топ – это гель-лак, очень с хорошей липкостью, на которой очень хорошо отпечатывается фольга. И нанесу тонким-тонким слоем все промежуточные этапы, будь то топ без липкого слоя или топ с липким слоем. В нашем случае, конечно же, слайдер топ – это топ с липким слоем. Это уникальный продукт, который разработан. Я тут прочитала, думала вопрос, а оказывается комплимент. Спасибо большое. Так, значит, этот гель-лак сделан у нас как бы в нашей лаборатории, в ЭМИ-лаборатории. Значит, тут просто соединили лак как бы с гелем, после просушки образуется лаковая пленочка на поверхности с очень хорошей липкостью. И на эту липкость очень хорошо отпечатывается фольга. Значит, время просушки, и это очень важно, время просушки слайдер топа – одна минута. Это очень важно. Технический вопрос. Чтобы что-то втереть на слайдер топ, чтобы что-то отпечатать на слайдер топ, мы будем сушить его одну минуту, и это очень-очень важно. Все, тонкий слой нанесли. Так, просушиваем, и будем отпечатывать. Если, например, фольгу вот не нарушить, допустим, знаете, как бы вот она вот есть, как бы целиком. Видите, ну, хорошо, я взяла такую уже немножечко потрепанную, буушненькую. Можно даже ее немножечко так раз, немножко смять, чтобы она не отпечатывалась сплошняком, потому что у слайдер топа шикарная дисперсия, на которой очень хорошо отпечатывается фольга, а сегодня тот случай, когда мне нужно, чтобы фольга отпечаталась не очень хорошо. Чуть-чуть помну. Я как-то раз нарвалась на мастер-класс для парышней в интернете, и она тоже так интересно делала. Мнем-мнем-мнем-мнем-мнем-мнем, говорила она фольгушечку, потом отпечатываем. Ну, на самом деле, так чуть-чуть примять, чуть-чуть, мы не будем сильно много. Вот. И сюда же можем золотую фольгу, но мы ее не будем мять, мы ее потом просто в конце отпечатаем, где не отпечатывается. Она отпечатается везде, где не отпечатается предыдущая фольгушка. Так, и я, в принципе, забыла, какую типсу сушила вперед. Так, минутка прошла у нас, и теперь давайте будем отпечатывать. Так, ну, я считаю, что большую часть мы сейчас отпечатаем с вами в фиолетовой фольге. Видите? Еле-еле буквально прикасаюсь и вот кусочками такими вот нажала, оторвала. Сюда немножко, сюда чуть-чуть. Так, теперь давайте возьмем, например, желтенькую, очень красиво будет сочетаться фиолетовый с желтым цветом. Тоже нажала, оторвала. Так, теперь давайте немножко, ну, и что-что оранжевый на оранжевый все равно прикольно будет. Она потом чуть ярче, эти места будут. Там, где не допечаталась. Здравствуйте, Татьяна. Спрашиваю про Татья, про Танюшу Панащук, да, которая работала на материалах Эми. Ну, что сказать, девчат, ситуация такая, что, дай бог, счастья, здоровья всем. Вот, потрясающе талантливые человечище. Вот, ну, да, взяли в работу другие материалы, но мы ее безумно любим, безумно ценим, и только добра желаем, счастья. Так, девчат, ну, вот, отпечатала немножко беленькой фольги, и теперь, там, где не отпечаталась любая другая, можно чуть-чуть добавить блеска. Ну, это так, чуть-чуть, потому что тут практически не осталось никакого места. Так, все, ой, у клиентки оторвало ноготь от части, что отпечаталось все. Так, вот, видите, отпечатала фольга кусочками. Так, и теперь возьмем с вами вторую, второго главного героя, да, гелевую красочку нашу фиолетовую, и добавим цвет с другой стороны. И все остальные пальчики могут быть просто фиолетовыми, или просто оранжевыми, правильно? И вообще, по большому счету, это у нас такая задача сегодня использовать две гелевых краски, фиолетового и розового, оранжевого цвета. Но ведь это же можно сделать абсолютно с любыми цветами, потому что, допустим, если взять матовую фольгу, она у нас любого цвета есть, от белой до черной, и красная, и синяя, и зеленая разных оттенков, и коричневые, и оранжевые, и желтые, и розовые. Поэтому можно будет соединить любой цвет фольги с любыми гелевыми красками. Это просто как вариант. Так, интересный такой фактурный получился вариант. Так. И теперь давайте здесь. Я тоже фольгу сейчас отпечатаю на эту сторону. Так, давайте возьмем чуть-чуть, например, оранжевый, да, в этом случае сейчас чуть больше возьмем. Ой, больше, но не до такой же степени. Так, хватит оранжевый. Это выросло лишний раз доказывает то, что вот не надо сильно прикасаться, потому что очень хорошо отпечатывается фольга на слайдер-туб, поэтому стараюсь вообще не давить, не давить, не дышать. Давайте немножко белый добавим. Так, беленький добавили. И золотой, да? Ну, золотой придавлю посильнее, я и в предыдущем. Так, сейчас я прочитала тут вопрос, сейчас я отпечатаю. Добавлю немножко блеска этой картинки. Так, и со второй половинки добавлю, ну, естественно, противоположный, да, цвет. Мы сегодня работаем двумя цветами. И здесь мы отпечатывали на фиолетовый, поэтому с этой стороны добавим оранжевый. Ну, нет, надо правильно называть, электрический закат. Не знаю, так и хочется назвать этот цвет, вырви глаз. Ну, постараемся выровнять, да, границу. Так, все, выровняли. Просушиваем. Так, и теперь, пока у меня будет сохнуть гель, я прочитаю вопрос. Топ Текласом можно заменить слайдер топ, да, насколько я понимаю, если его нет и просушка, также одна минута. Аленушка, нет, слайдер топ и топ Теклас это совершенно два разных топа. То есть, получается, топ Теклас это топ глянцевый, без липкого слоя, а слайдер топ это топ с липким слоем. И сейчас, чтобы отпечатать фольгу, мне нужна была, конечно же, липкость. А вот топ Теклас, он такой мягкий, даже можно сказать, каучуковый, резиновый такой. Топ Теклас, хоть он и без липкого слоя, но в него можно втирать пигменты, знаете, такие перламутровые всякие. Хамелеоны, темные цвета или, например, какие-то полупрозрачные пигменты, знаете, вот эти, было одно время модно, как чешуя русалки, хвост русалки, рук единорога и так далее. То есть, в топ без липкого слоя. Так, а тем временем мы просушиваем, поэтому обобщим, что топ Теклас и слайдер топ это два разных топа, два разных предназначения. Так, здесь мы с вами сейчас добавим немножко в работу декораций. Опять же, очень, не очень много выходит у нас декораций на самом деле. Вот, и поэтому, как бы, я понимаю, что купить все практически невозможно, но если, например, равняться, знаете, конкретно на сезон, на сезонный, момент, у нас сейчас, что у нас сегодня, 20 октября, вот, и, конечно же, шармиконы с осенней темой, да, допустим, вот теплая осень, можно вот со звездочками вперед выходили, добавить, допустим, в работу. Самый мой любимый шармикон, который прям влюбилась в него и очень много вариантов дизайнов с ним делала, это вот эти, как они у нас, листопад, листопад, видите, красивый какой вариант. Так, 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 очень люблю шармиконы с разными надписями, осенний, кстати, тоже был с надписями, настроение называется, сейчас у меня он где-то без упаковочки лежит, сейчас вам покажу. Всякие маленькие такие словечки, выражения очень такие, и словечка очень просится, спасибочки. Да, конечно, просится, сейчас у нас все прилепим, очень классно, люблю, вообще обожаю полосочки золотые и черные, они так и называются, линии черные и линии золотые, вот такого плана, видите, вот здесь вот у меня черные, а вот тут вот без упаковочки есть золотые, ой, классно, черные и золотые, но есть еще белые, белые и серебряные, ну, на любителя, да, скажем так, вот, звездопад еще со звездочками прикольный, так, на Т-класс штамп ставят, можно ли сразу штамп на гирюлак ставить? вы имеете ввиду, Т-класс штамп ставят, значит, когда стемпинг, техника стемпинг на Т-класс, да, можно, если вы имеете ввиду технику стемпинг, да, либо вы покрываете цветное покрытие, делаете, просушиваете, убираете липкий слой, ну, обезжиривателем и ставите отпечаток стемпингом, с помощью стемпинга, да, то есть подушечки и техника стемпинга, либо покрываете топом Т-класс, просушиваете и на топ Т-класс ставите отпечаток, можно так, можно так, если не хотите лишний слой добавлять, можно липкий слой убрать, если, как бы, боитесь, чтобы процесс вероятности, процент вероятности сколов, чтобы был меньше, тогда лучше покрыть Т-классом и сделать отпечаток и перекрыть тем же Т-классом, так и очень много было нет еще раз скажу немного но классно по теме осенней темой были осенние листья вот такие шармикончики были грибочки вот такая мистика тату мотивы и так далее вот видите вот у меня листочки золотые орнаменты и так далее то есть вот можно все что угодно хочу вот этот взять прикольный тату мотивы видите вот такая тут дамочка из такая с розочкой загадочная и как раз на мой темный фон белое лицо будет очень кстати либо вот этот вот такой чудачный чудак человек а вот можно его взять ну давайте мне нравится вот эта дамочка сейчас я ее вырежу мне просто уже есть резаная такая штучка чтобы не нарезать новых так резаная штучка есть только где она у меня а вот она у меня так сейчас мы его вырежем слайдер да ну работать со слайдером я думаю все умеют это вообще не проблема как говорится берем дамочку находим ее эти все звездочки не хотелось бы нарушить добавим к нашему интересному такому фону да который мы сделали с помощью матовой фольги добавим слайдер я думаю что слайдер у всех есть причем можно вообще использовать любые все что есть листочки не листочки там и так далее давайте еще какие-нибудь если вы не против можно вот так и звездочки вот эти вот сюда задействовать посмотрим может где-то как раз таки будет хорошо видно эти тут вот звезды россыпью так вот так и можно например взять какие-нибудь шармиконы со звездочками загадочными мы только что с вами их смотрели и кто-то куда-то их положил на столе и благополучно потерял вот смотрите да по поводу журнальчиков сейчас надежда пишет да эту тему уже ввели неоднократно что-то не получалось получался довольно таки дорогой журнальчик хотя знаете я бы тоже себе купила но на самом деле как бы у меня у меня есть журнальчик такой знаете это это черненькая такая бурочка у этих только у конкурентов да у врагов купила есть такие сейчас классные такие не альбом для фотографии именно именно такие вот для слайдеров так можно взять звездочки в работу тоже добавить но это будет шармикон это будет уже потом так ну и ищем типсы которые потеряли у себя на столе значит слайдер прикрепляем на слайдер топ если у вас слайдер топа нету не беда можно взять и перекрепить слайдеры на базу на базу без всяких проблем так ну давайте значит вот здесь у меня сейчас появятся слайдеры до наносим тонким слоем либо жидкую базу очень 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 тонким слоем либо в нашем случае для чем случае нанесла слайдер топ если слайдер топа нет можно нанести просто базу жидкую базу подсушивайте 10-15 секунд и после этого вы перекрепляем дамочку штамп присоединяюсь к трансляции так штамп наличность не поставишь липкость просили альбом много раз сказал на экспрессе заказать вот и правильно так все про альбом пообщались на самом деле дал мне тоже под рукой нет уже не буду вставать сумки там лежит и значит мы приклеиваем вот сюда дамочку ну как приклеиваем переводная картинка правильно все умеют работать с переводными картинками такая у нас будет загадочная сам слайдер называется как он называется тату мотивы вот смотрите так как за того что не белое лицо очень хорошо ее видно вот по поводу звездочки теперь уже засомневалась может и будет и не видно но ничего страшного сейчас попробуем почему бы нет кто нам запретит ну да не видно но ничего страшного мы сейчас добавим сюда что-нибудь блестящее так а тем временем слайдер прикрепили прикрепили слайдер подсушили подсушили так девчат слайдер обязательно обрабатываем праймером или ультрабондом у нас есть ультрабонд и стулчик двигают так ультрабонд почему да потому что у любых слайдеров девчат нету липкости нету липкости на поверхности для того чтобы было хорошее сцепление конечно же нужно его нанести поэтому берем ультрабондик так обрабатываем сильно долго возить по одному месту нельзя провожу буквально один раз по одной простой причине что ультрабонд может расплавить пленку высыхает ультрабонд на воздухе так ну и дальше что здесь но так и просятся конечно же разделить нога на две части значит отделить одну зону от другой это может сделать какой-нибудь шармикон да а шармикон девчат это конечно же какой какая-нибудь там полосочка полосочка сейчас найдем а ну как обычно когда не надо их лежит много под руками как только ты начинаешь что-нибудь искать ну чтобы уже так побольше задержаться и понервничать под руками невозможно найти так ну вот эти полосочки можем использовать о нашла прекрасно тоже одна из последних вот с такими цепочками видите прекрасно значит хочу приклеить шармикончик а если приклеить шармикончик то тут липкость не получится вытереть может слайдеры приклеили иначе они тоже как бы да у нас все слезут поэтому теклос теклос как пара палочка-выручалочка получается у нас тонким слоем тонким 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 слоем очень тонким слоем просушиваем как любой гель-лак допустим там 30 секундочек давайте здесь тоже да мне тоже нужно какую-нибудь мы проговорили с вами про наклеечку да вот например хочу сюда можно например не добавлять никаких с лишних слоев можно взять например обезжириватель и с помощью обезжиривателя убрать вот здесь вот липкость например не буду никакие слайдеры приклеивать не буду никакие значит там огромные горы всяких вспомогательных материалов мне нужно просто буквально какую-нибудь вот сюда красоту лю виде какой-нибудь надписи такой незамысловатой незамысловатой надписи так что-нибудь нет мне нужно что-то потемнее вот наверное вот этот возьму маленький сейчас вот сюда на эту оранжевую сторону повторюсь еще раз что можно было покрытый классом приклеить я чтоб лишние слои не добавлять так приклеила и девчат предлагаю перекрыть топом это может быть матовый топ это может быть глянцевый топ это может быть в нашем случае теклас или ультра шайн но вот у меня теклас под руками я поэтому воспользуюсь текласом чтобы уже никакой другой не искать хотя очень универсальный топ он прекрасно держится и на кри гелевых системах и на гелевых системах и на гель лаковых системах и теклас вообще мы используем конечно и в хост и в гриву он у нас и промежуточный этап он у нас и завершающее покрытие просушиваем так а здесь мы сейчас добавим границу до между двух половиночек давайте вот так например вот тут вот приклеили убрали лишнее можно вернуть обратно на носитель потому что потом пригодится еще где-нибудь на маленький ноготочек хорошо бы хранить в пакетике знаете вот что-то тут недавно достала какие-то старые шармикон чеки ну как старые шармикон чеки до которые чуть раньше выходили все таки хорошая эластичность сохраняется именно когда они остаются все-таки в пакетиках поэтому пакетик в альбомчик да чтоб не валялись просто так как вот сейчас у кого-то валяются вот не буду показывать пальцем вот значит так приклеили и я говорила что в принципе можно там какие-нибудь звездочки добавить раз уж я там пыталась черные прикрепить а их не видно вот например можно беленькие взять можно конечно если бы еще удобно было бы но ничего придется помучиться ну чтобы сильно не опозориться как только думаешь не опозориться так обязательно ноготь из перчатки вылезет жизнь несправедлива давайте вот еще маленькую беленькую нашла это шармикон чек звездопад по моему называется классная такая штука можно везде всегда что-нибудь где-нибудь да насыпать или раньше знаете какие шармиконы да вот как бы первые выходили там раз три-четыре звездочки больше нету так жалко а вот тут конечно уже вариант такой прикольный можно какой-нибудь блестяще добавить звезду каждую звездочку посчитать отдельно рублей по 10 а давайте еще на ту сторону где у нас просто темно-фиолетовое покрытие и голову тут подняла топ с липким надо перекрыть топ с липким надо перекрыть немножко просто не поняла наталья вы богиня дизайн обожаю вирус нетерпением жду четверга каждой неделе спасибо вам большое мне даже слов нету лен спасибо большое я начинаю смущаться переживать иногда кажется что надо мной просто прикалываются так ну я тут палкой ковырялкой все улетела звезда в небытие все держу давайте отсюда прикрепим ну прикольно же будет так все прикрепила и теперь девчат обязательно конечно же хоть мы слайдер закрепили эту конечно нам нужно перекрыть шармиконы обязательно если шармикон он и выходит за пределы ногтевой пластины смотрите обязательно нужно взять бафик и забавить вот здесь вот краешек до ноготочка для того что когда сотрется топ чтобы шармикон у вас не поднялся дыбом поэтому обязательно бафиком нужно пройтись по торцу и только потом закрывать можете закрыть топом глянцевым можете закрыть топом матовым кому как больше нравится я уже сказала что у меня тут под рукой teclas стоит я поэтому teclas'ом покрою teclas в нашем случае это глянцевый топ без липкого слоя гель-лак очень универсальный стоит на любых поверхностях гелевых окри гелевых и так далее не знаю правда что там еще далее бывает ну надо сказать же круто поэтому и так далее просушиваем просушиваем так а на втором варианте я уже принципе сказала что значит я перекрыла ноготь текла сам помните да значит мы здесь отпечатали фольгу нас такой получился интересный фактурный чисто зрительно часть ноготочка так здесь у нас ничего нет и единственное что мы приклеили только шарми кончик и перекрыли топом и предлагаю этот вариант девчат сделать без всяких больше дополнительных материалов только с помощью кисточки и красочки какие красочки возьму в работу возьму в работу эмпасты эмпасты гелевой краски без липкого слоя которыми можно рисовать сверху по готовой поверхности чем буду рисовать ну во-первых кисточку возьму 5.0 линярную тоненькую 5.0 линярный возьму в работу белую эмпасту и черную эмпасту гелевые краски без остаточной липкости которыми можно рисовать сверху по любой готовой поверхности и неважно матовые у вас топ глянцевые восток абсолютно не важно важно чтобы гелевая краска была без остаточной липкости и в нашем случае она называется м-паста все фактурные дизайны которые делают нашей школе вот есть очень много в онлайне уроков всяких которыми м-пастами выполняется дизайн сверху чем уникальным чем уникальная м-паста тем что высыхает очень хорошо очень быстро тем что можно рисовать на матовой поверхности на глянцевой поверхности на абсолютно на любой поверхности вот и если вы нарисуете рисунок например гель-лаком вы должны обязательно закрыть его топом если вы рисуете гелевой краской вы обязательно должны закрыть топом но если вы рисуете им пастой вы можете рисовать как под финиш ну то есть под топ так и на финиш на любой готовой поверхности берем м-пасту тонкую кисточку и вот сюда добавляю рисунок по границе то есть без всяких шармиконов раньше же ведь не было никаких шармиконов раньше только рисовали от руки очень интересный был такой элемент был у нас такой курс однодневный кракелюр назывался может кто-то из вас помнит вот и мы там отпечатывали всевозможную матовую фольгу сочетали с разными гелевыми красками когда у нас была курс кракелюр проходил в школе и во многих школах городах россии и европы вот и не было тогда даже никаких гель-лаков девчат были только гелевые краски так я сейчас уже пошла тут кривить косить но ничего страшного мне нужна такая хорошая широкая полоса но на самом деле вы мне можете сказать ну хорошо почему вы не взяли шармикона черные полоски они же вам так нравится ну вот преследовала цель такую что ну нету допустим но не купила почему бы не нарисовать от руки и мы рисуем по готовой поверхности если что-то пойдет не так мы можем стереть и заново нарисовать правильно же правильно а потом снова стереть и снова нарисовать а потом просто все вытереть сказать клиентке что не ее день отпустить ее ничего не рисовать так ну ладно я шучу конечно же мне нужна граница между одним цветом и вторым пробовала я смешать этого цвета в градиенте девчата думала покажу какой-нибудь градиент из этих двух цветов смешивается но мне вот посрединке что-то знаете душа как-то не легла они довольно таки оба яркие очень насыщенные цвета поэтому показалось что немножко грязноватый все-таки переход оранжевый с фиолетовым такой немножечко ну не чистый скажем так переход поэтому не стала короче показывать вам можно было бы конечно посидеть помучиться но и тем не менее так я чуть-чуть пытаюсь убрать лишнее заодно выровнять краешек чистой кисточкой просто провожу о все мне теперь так больше нравится просушиваем импаста девчат так же как и гелевые краски так же как и гель лаки сохнет 30 секунд значит если вы например нарисовали рисунок импастой и знаете точно что будете закрывать топом в принципе 30 секунд будет достаточно но если вы рисуете на готовой поверхности я бы все-таки рекомендовала подольше посушить хуже не будет если вы импасту посушите минутку а лучше вообще две вот я сейчас просушила допустим 30 секунд и дальше продолжу дальше продолжу сейчас рисовать белой импастой то есть в общей сложности 30 секунд а потом еще минутка сверху и получится в общем-то неплохое время для просушки правильно же так у меня тут не очень красивый вид руки получается я сейчас попытаюсь ногти прорываю перчатку до чего чуть-чуть час под натяну ее чтобы не так позорно было на и камере так немножко белой импасты мне нравится с ноготочка рисовать найти не надо нырять куда-то в банку всегда под руками получается импаста так и теперь прямо сверху по черной полосочке нарисуем несколько незамысловатых пятнышек это могут быть какие-то полосочки квадратики и так далее если вам кажется что импаста очень густая это просто я сразу эту фразу вспоминаю именно когда начинаю добавлять рисунок белой импастой если вам кажется что импаста очень густая вы можете немножечко немножечко разбавить значит если вы соберетесь это делать вспомните про свойства импасты импаста я уже сказала это гелевая краска без остаточной липкости чем можно смешать импасту чтобы она стала чуть-чуть жиже жиже слово такое интересное вы можете ее смешать с тем же например теклосом теклос это топ без липкого слоя правильно глянцевый без липкости и вот как раз таки импаста она тоже после просушки становится глянцевой и не имеет остаточной липкости поэтому в принципе если вам хочется чтобы импаста стала чуть-чуть жиже да ну не надо увлекаться иначе знаете можно столько набахать туда этого бедного теклоса импаста превратится в белую в белоснежную воду а чем хороша импаста тем что она не плывет не течет не растекается как поставили так и стоит вот но просто единственное что например черную гель черную импасту и и как бы легче распределить там допустим если вы делаете какой-то фактурный рисунок виде каких-то там пятнышек например каких-то там завитушек и так далее то есть как были заполнить какую-то поверхность надо там допустим какой-то небольшой промежуток черная импаста будет легче распределяться по поверхности белая импаста она такая более густая более вязкая более пастозная поэтому если вдруг вам неудобно рисовать белой импасты смешайте ее стопом без липкого слоя потому что импаста она без липкости когда высыхает на импасту невозможно отпечатать фольгу если вы хотите отпечатать фольгу пользоваться нужно гелевой краской с липким слоем в нашем случае это черный тюльпан так ну вот я в принципе дорисовала вот такую вот ажурную полосочку видите мы ее просто с вами нарисовали от руки это скептикам которые например говорят что очень много всяких декораций используем в дизайнах но как не использовать если они есть что не использовать если сейчас очень много мастеров которые пользуются декорациями и сильно много не парятся поэтому хотелось показать вам вариант и с декорациями и вариант например без декорации так ну вот тут вот эти варианты у нас есть сейчас вот так вот положу топ с липким надо перекрыть топ с липким надо будет если это если вы используете топ с липким слоем для завершающего покрытия да и вы высыхает как бы топ и просто просохли значит я просто еще раз считаю пытаюсь вникнуть смысл да немножко не могу понять если топ с липкостью он просох вы вытираете липкости все и пускайте клиента вот сейчас все больше пользуются топами без липкого слоя даже как бы не париться до насчет этого так но мы с вами сделали вот такие два варианта значит использовали матовую фольгу в работе да так называемый эффект каракелюра эффект растрескивания на поверхности добавили немножко декорации шармиконов и сделали вариант в котором практически нету кроме ничего кроме фольги но при этом нарисовали сами вот такую вот ажурную полосочку видите вот а я делала можно вот допустим вот так вот видно вот поперек вот так разделила да и тут вот только на часть ноготочка нанесла вот вот эти варианты если например видите то это плохо когда перчатка прорывается значит элементы дырочки это с художественной росписи есть у нас такой курс азбука линии до базовый курс и мы дополняли на платформу добавляли курс обновленный там как раз таки у нас были варианты с дырочками всякими дерево в разрезе вот такой вот элемент дерево в разрезе дырки дерево в разрезе тут тоже дырочки видите получается очень интересные варианты то есть они нарисованы от руки до пыталась совместить декорации и элементы нарисованные от руки так ну мы принципе уложились наше время так сейчас мы сделаем вот так вот давайте вот так и эти два вариантика я наверно тоже сюда сейчас положу и вдруг кому-то будет интересно сделайте скриншот просто как варианты может быть что-то кому-то навеет это так для вдохновения и спасибо богу ногтей гиппанихию за то что у нас есть целая куча всяких декораций а также спасибо богу ногтей гиппанихию за то что мы можем с вами и нарисовать что-то еще и от руки вот так сделаем может быть кто-то сделает себе сейчас скриншот да допустим у меня начал все падать состава ну что больше особо смотрю никаких вопросов нет ни у кого а ага так стоп ой сейчас у меня тут строчечка потеряла стоп с липким слоем перекрывать не нужно но нужно снять липкий слой с евроклинсером да или он спасибо значит все правильно сказали я просто не видела вот эту вот строку чуть ниже все теперь я тоже вижу значит спасибо большое еще раз за комплимент если у топа есть липкость просушивайте вытирайте липкость абсолютно не прикалываю спасибо еще раз леночка сразу можно топом да можно сразу топом но просто вот вопросик такой да вот я начинаю листать ленту если у вас есть топ без липкого слоя закрывайте топом без липкого слоя вообще по большому счету все дизайны которые мы делаем вот допустим в классе я обычно девчатам говорю закрываем значит там топом да глянцевым в нашем случае that t-класс а может быть в директор это какой-то другой топ или там закрываем матовым топом в нашем случае это вельвет а может в вашем случае это какой-то другой матовый топ до него не важно какой фирмы фирмой гель-лаков вы работаете или делил красок и так далее поэтому абсолютно неважно если топ без липкость покрывайте все без проблем он Rhino то это будет хорошо стоять и держать спасибо так я часто про шармикон и полоски забываю. Часто рисую просто тюльпаном. Ну вот, замечательно. Иногда это хорошо, когда, знаете, под руками есть тонкая кисточка и гелевая краска черного цвета. Раз провел и забыл. Иногда даже дольше пойти, встать, намочить там салфетку, вырезать слайдер и приклеить. Или, например, найти шармикон на столе, когда вот тут вот такой бардак. Не буду вам показывать, какой у меня тут бардак на столе, на нервной почве. Так. Все, наверное. Без полосы лучше было. Было нежнее. Да, ну это, девчат, на самом деле на вкус и цвет товарищей, как говорится, нет. Но я просто преследовала цель. Видите, мне все равно нравится. Вот какой-то орнамент, видите, вот все равно какая-то яркая полоса. Но на самом деле ведь ее можно было делать не очень широкой, правильно? Ее же можно было сделать просто узенькой и худенькой. Вот. Поэтому кому как больше нравится. И если интересно, например, я сейчас вот так вот переверну кисточку, чтобы не позориться рваными перчатками. Вот здесь, девчат, видите, мазнуло фиолетовым, мазнуло фиолетовым. Это отпечаток. Это техника стемпинг. Просто поставила отпечаток. Вы, кстати, знаете, да, у Эми вышли три новых пластины. Классные. Очень мне понравились. Видели, не видели. Видели видео, знаете, это, да. Сейчас еще есть там несколько минуточек. Ой, классные штуки такие вообще. На весь ноготь. И змеиная кожа. И фактурные вот такие. Помните, вот эти вот у нас тоже были рептилии такие? Крокодилы всякие там, как и вот лаковые кошельки делали фактурные варианты. Зебры, леопарды. То есть не надо ничего покупать теперь никаких вот слайдеров и так далее. Всякие полосочки. Это брендовые, да, всякие маникюры. От Диора там и так далее. Видите, вот такие тоже классные. И полоски, и пятнышки, и клеточки, и гусиные лапки. И вот этот вот. Всякие машинописные. У нас был такой слайдер. Видите, помните, не помните, кто помнит. Журнальные такие, как журнальная страница такая. С лицами, с надписью. Вот такой с машинописным текстом. Вот таким всяким журнальным. Микки Маусы. Вот такие всякие прикольные штуки. Классные. Три вот варианта вышло. Ну, это так, для общего. И поэтому вот эти вот варианты как раз-таки я отпечатывала с этой пластины. Видите, вот эти вот шрифты. Шрифты. То есть мазнула два раза. Один оранжевый, один фиолетовый. Все. Вытерла липкость, отпечатала отпечаток. С нитки намотали и закрыли топом. То же самое здесь. Мазнули фиолетовым, мазнули оранжевым цветом. Поставили отпечаток напряженно. Можно, допустим, вытереть липкость. Все. И спайдер намотала. Шармикон приклеила. Шармикон приклеила. Обязательно спайдер перекрывала текласом, потому что на неровную поверхность шармикон очень плохо приклеивается. Все. Закрыла матовым топом. Белой импастой прорисовала листики. Видите? То есть, как бы вот, допустим, там со стемпингом. Это элементы, я уже сказала, с художественной росписи базового курса. Дырки так называемые. Это дерево в разрезе. Это тоже дырки. Дерево в разрезе. Это вот с осенних листочков. Прикольная тема. Ну и элементы каракелюра мы с вами сегодня сделали. Спасибо вам огромное, девчат, за ваше внимание. Как всегда, увидимся в четверг в 2 часа дня на следующей неделе. Всем здоровья, всем мирного неба над головой и побольше денежных клиентов. Всего хорошего вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok